Музыка Ехали, ехали Филиал коррекционной школы «Гармония» в деревне Горловка встречает гостей. Полностью отремонтированное здание бывшего дома-интерната в этом году распахнуло двери для своих особенных учеников. Здесь есть где разогнаться, говорит директор. В том здании нет у нас ни столовой, ни актового зала, ни спортивного зала. Есть небольшой зал ЛФК лечебной физкультуры. И нет у нас лабораторий для профессионального обучения. Поэтому вот эти все моменты всегда препятствовали полному развитию детей. Сегодня мы можем организовать на этой базе все что угодно. Я говорю, все самые реализователи, самые смелые наши идеи. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Оксана Пушкина в этом убедилась. Широкие коридоры, актовый зал, пищеблок, два спортивных зала с тренажерами. Все классы оснащены специализированным оборудованием. Это спонсоры наши. 48 штук вот таких уникальных парт. Это и трансформеры. Очень интересная парта. Она вот тут раскручивается с боков, поднимается. Это опускается вот так, можно дальше. Она поднимается выше и их ставится две. Здесь проходят занятия не только по основным предметам. В лабораториях ребят учат гончарному делу и кулинарному мастерству. Лепить из глины, обжигать, наносить покрытие, правильно держать нож, сочетать продукты. Профподготовка для будущего этих детей особенно важна. Мама, у которой ребеночек особенный, не должна переживать за то, что ей некуда его отвезти в школу. Им будет заниматься непрофессиональный человек или слабо профессиональный. И далее заканчивает ребенок эту школу. И дальше, чем он будет заниматься до старости лет, как он себя будет обеспечивать, обустраивать. Вот у родителей не должно быть на эту тему никаких проблем в голове. Школа рассчитана на 450 человек. Сейчас здесь обучается около 300. Для работы с особенными детьми иметь высшую квалификацию мало. Здесь главное – терпение и любовь. Я увидела людей, которые так бескорыстно, так с любовью к детям относятся и профессии обладают, что вообще за такими людьми будущее. Они просто горят своим делом. Поэтому, конечно, территория невероятная. Просто невероятная. Это такой вот, по идее, должен такой рай. Рай для этих детишек. Впереди большие планы. Но пока главная задача – обустроить лифт. Его отсутствие в старом здании значительно ограничивает передвижение многим детям. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...